Всем привет! Рад вас сегодня здесь видеть. Как вы уже представили, действительно я сотрудник лаборатории, которая занимается машинным обучением, вообще для естественных наук, я более широко сказал, но для физики, большинство наших приложений, которые мы делаем, они для физики. И вообще так получилось, я по образованию физик, заканчивал физфак МГУ, но у нас в лаборатории такая смесь людей, есть люди, которые с образованием именно в области физики, есть люди с образованием компьютерных наук, и мы так вместе сосуществуем и что-то пытаемся делать. А сегодня я хотел бы такую, ну по сути это я в основном расскажу про то, чем я занимаюсь, но пытаюсь таким широким контекстом сделать, про естественные науки в целом, что-то сказать. Про deepfake, я думаю, все слышали, что это такое, наверное. Нет, не слышали. Deepfake — это такой обобщающий термин, которым обозначаются всякие нейросетевые приложения, которые создают какие-то несуществующие ранее объекты. Частое применение было, когда берут какое-нибудь видео и накладывают лицо другого человека, вот эти вот вещи. Я здесь тоже более широко имею в виду просто какие-то нейросетки, которые что-то создают, какие-то картинки, объекты, что угодно. Я вот это все называю deepfake, потому что этого как бы не было, это подделка, и она подделана с помощью deeplearning моделей. Так, кстати, а свет не мешает? Наверное, не очень хорошо видно. Ну, давайте начнем вообще с нейросеток. Я, честно говоря, не знаю, о чем была прошлая лекция, может, вам уже все рассказали, но, по-моему, нет, по-моему, там было что-то не про нейросетки. Сейчас, наверное, трудно кого-то удивить тем, что у нас повсюду встречаются приложения, моделей на основе нейросетей. У вас у всех наверняка есть смартфоны, которые там куча всякой обработки фотографий делают. Все наверняка пользуются поисковиками, машинным переводом, соцсетями, чего я тут еще нагадал, всякие поиски по изображениям, распознание лиц. В принципе, все эти приложения, по большей части, по крайней мере сейчас, реализуются с помощью нейросетевых моделей. Конечно, возможны и другие, там подходы более классические, скажем так, но сейчас вот нейросетевые их точно вытесняют. И это был какой-то такой список, который просто первое, что в голову пришло. Я уверен, что вы сами еще накидаете примеров, где наверняка используются нейросетки. И поскольку они так входят в наш обиход уже, достаточно распространенная штука, на самом деле не удивительно, что нейросетки активно используются и во всяких научных приложениях. И вот здесь я накидал несколько примеров, где нейросетки тоже использовались. Например, обнаружение абазона Хиггса. Не знаю, помните ли вы, 10 лет назад была такая громкая новость, за нее дали Нобелевскую премию. Я еще чуть-чуть подробнее попозже про это расскажу. Но если вкратце, вот есть большой адронный коллайдер, ускоритель, где сталкиваются протоны. Каждое с ударением пытаемся зафиксировать, то есть измерить как можно больше информации об этом соударении. И вот суперупрощая, мы для каждого соударения измеряем какую-то величину, она вот здесь отложена по горизонтали. А по вертикали мы строим, как часто какое-то конкретное значение этой величины мы встретили. Например, значение этой величины в 100 мы измерили примерно 3500 раз. Так вот, в предположении, что абазона Хиггса не было, измерения, которые мы делали, они бы выглядели как вот эта линия, которая здесь продолжается пунктиром. То есть черные точки должны были бы примерно лечь на линию и вот так вот плавненько здесь спускаться. И вот этот вот небольшой прыщик, который здесь видно, это, собственно, открытие абазона Хиггса. То есть мы видим, что вот в этой части значение величины вот такой области встречалось чуть-чуть чаще, чем мы бы ожидали без абазона Хиггса. И это было обнаружением. И вы можете видеть, как их мало на самом деле. У нас есть огромное количество, называют фоном, то есть событий, которые никак не относятся к абазону Хиггса. И небольшое количество событий, которые к нему относятся. И на самом деле, чтобы даже такой прыщик увидеть, была проделана огромная работа большим количеством ученых, в том числе работа по отбору каких-то характеристик измеренных, чтобы выбрать как можно больше событий, где вот этот прыщик присутствует. Так вот, для этого отбора в том числе использовались уже тогда, то есть 10 лет назад, нейросетевые модели, которые смотрели на характеристики того, что мы измеряем, и говорили нам, что здесь вряд ли больше или меньше, что здесь есть базон Хиггса. И вот в том числе по этому предсказанию нейросети мы тоже отбирали события. То есть вот эти все события, то есть все, что здесь измерено, это где наша нейросеть сказала, что, скорее всего, там есть что-то похожее на базон Хиггса, даже по бокам здесь тоже. То есть если бы этого не было, скорее всего, и прыщик здесь был бы гораздо меньше, и не факт, что мы бы смогли это открытие сделать и получить номер в скупремя. Дальше. Вот это такая штука, которая, наверное, тоже не знаю, насколько на слуху у людей. Это вот открытие, ну как открытие, прорыв такой, по-моему, в 2018 году случился, и потом его был еще один апдейт в году 2020-2021. Это тоже нейросетевая модель. Здесь уже мы говорим не про физику частиц, мы говорим про биологию. Модель, которая предсказывает структуру белка по его аминокислотной последовательности. Это может звучать очень скучно и непонятно, зачем это нужно. На самом деле эта штука очень важная, и она, как мне кажется, вот на ближайшее будущее определяет, наверное, большое количество открытий в области молекулярной биологии и медицины. Фишка в том, что вообще что такое белок? Белок — это молекула, есть много разных белков, их там, наверное, миллионы разных белков, из которых мы сами состоим. Это такие биологические машинки, которые, в принципе, собираются как конструкторы из аминокислот. И последовательность этих аминокислот, по сути, определяется последовательностью ДНК. То есть наше ДНК — это генетический материал, который описывает, как наш организм должен собирать различные белки. Вы знаете, что ДНК — это цепочка, и там, в принципе, соответствие абсолютно такое же, что цепочка ДНК транслируется в цепочку аминокислот, которые, по сути, белок и есть. Но вот эта цепочка аминокислот, там химические связи так устроены, что она вся такая, как на шарнирах, такая может по-разному сворачиваться. А в итоге свойство белка определяется тем, как именно она свернется. То есть она может... В итоге определенный набор аминокислот сворачивается практически всегда в одну и ту же форму, и получается белок, который делает вот одно и то же. Так это вот большая задача была, вот зная ДНК или зная последовательность аминокислот, понимать, какая будет форма белка и что он будет делать. Эта проблема не решена до конца, но вот модель, которую люди из Гугла сделали, она очень сильно нас приближает к ответу на этот вопрос. И, в частности, например, вот эта модель использовалась... Ну, она делала некоторые предсказания для того же коронавируса, для которого последовательность РНК там у него была известна достаточно быстро. И вот по этой последовательности предсказали в том числе формы структуры определенных белков, и впоследствии экспериментально они были подтверждены. Вот. То есть эта штука, она позволит вам, ну, отвечать на вопросы то, вот как мы работаем, не делая сложных дорогостоящих экспериментов по изучению структуры белка, а просто глядя на последовательности аминокислот или последовательности ДНК. Вот. Еще один пример я здесь кинул, называется Open Catalyst. Это такой проект, в прошлом году проводился как соревнование. Здесь речь про, ну, про химию, можно сказать, и про материалы. Химия здесь с точки зрения того, что исследуются свойства молекул с целью найти удачные катализаторы определенных химических реакций, где именно вот применение этих химических реакций было связано с зеленой энергетикой. Ну, вы, наверное, все слышали про зеленую энергетику, то есть это способ решить проблемы с климатом, что мы должны там перестать использовать ископаемое топливо, а как-то там ветряки, солнечные батареи, вот это вот все замечательное. Вот там большая проблема, что эту энергию мы не умеем запасать. И вот этот проект был нацелен на то, чтобы искать приложение к, ну, скажем так, химическим реакциям, которые позволили бы нам запасать энергию более эффективно. И именно эта вот такая маленькая крупица того, что пытаются люди сделать, это вот найти катализаторы для определенных химических реакций, чтобы это делать более эффективно. И здесь тоже, естественно, всякие нейросетевые приложения, то есть нейросетевые модели делают эти предсказания вполне успешно и двигают нас тоже вперед к зеленой энергетике. Я здесь на авторов не ссылаюсь, но это одна известная IT-компания, которая у нас сейчас экстремисткой считается. Вот. И еще одно приложение основы медицины. Здесь авторы работы используют нейронку для анализа структуры отличных молекул биологических. И они сравнивали молекулы, присутствующие в разных продуктах питания, с молекулами, которые используются в всевозможных лекарствах от рака. И искали какие-то схожести. То есть искали молекулы, которые по своему биологическому воздействию были бы схожи с теми веществами, которые используются в лекарствах от рака. И потом они сделали с помощью своей модели такое замечательное предсказание по различным молекулам, которые присутствуют в различных продуктах, которые наиболее схожи и согласно этой модели ожидается, что там употребление продуктов с такими соответственно молекулами будет как бы поможет вам предотвращать заболевания раком в том числе. Вот. Но это как такое применение. В целом тоже ожидаем большое количество таких работ в будущем, где, например, можно будет анализировать молекулы, которые вы хотите синтезировать в лекарствах. И это вам позволит жутко удешевить производство лекарств. Как вы, наверное, знаете, производство лекарств – это… Ну, все слышали, как вакцины там от коронавируса испытывали, производили, все равно это было долго. А в мирное время это еще дольше происходит. Там есть такие фазы исследований. И вот такие приложения позволят вам значительно сократить эти фазы исследований, просто отбросив заранее лекарства, которые заведомо не будут работать. Вы просто можете засунуть вот эту информацию о молекуле, которую вы хотите сделать на вход в вашей нейросети, она вам скажет, эта молекула, она вообще будет работать или, может, она будет токсичной, ее нельзя использовать. Вот. Так что такие приложения тоже ожидаются. Окей. И раз мы все-таки говорим о нейросетях, давайте немножко погрузимся более глубоко. Кстати, да, если какие-то вопросы по ходу возникают, прям не стесняйтесь. Можете руку поднять, можете прям выкрикивать. Будем обсуждать по ходу дела. Я сейчас попробую так на пальцах более-менее объяснить, что такое нейросеть, как она работает. Возможно, кому-то будет слишком просто, но надеюсь, что нормально. Давайте возьмем какой-то простейший пример. Задачи, как говорят у нас, линейной регрессии. Ну, по сути, у нас просто есть какой-то набор точек. Зависимость Y от X. Если вам нужен какой-то конкретный пример, можно себе представить, ну, например, какую-нибудь, не знаю, фабрику шоколадок. И, допустим, мы на ней изготавливали партии шоколадок. Там в тоннах, допустим, у нас там по горизонтали отложен размер партии, по вертикали отложен время, допустим, в днях, сколько потребовалось, чтобы эту партию изготовить. А мы хотим оценить, ну, грубо говоря, скорость производства шоколадок. А более конкретно, мы хотим уметь в будущем предсказывать, зная, там, размер партии, которую нам нужно сделать, сколько времени у нас уйдет на то, чтобы ее сделать. Ну, допустим, такой пример. И у нас есть какой-то набор точек. Ну, мы не хотим прямо детально пытаться объяснить все эти возможные флактуации, все эти возможные колебания. Допустим, представим, что наша фабрика работает линейно. То есть скорость производства примерно постоянная. Чем у нас больше размер партии, тем дольше мы ее будем делать. И плюс есть небольшая еще константа, что даже для нулевой партии у нас все равно потребовалось бы какое-то время. Оно, например, потому что нам нужно раскочегарить наши котлы, и независимо от размера партии все равно какое-то время потратить. Так вот, вот эта штука, y на kx плюс b, которую мы хотим построить здесь, у нас уже есть y и x, они нам даны вот в виде этих точек. Мы хотим найти параметры k и b. У нас кат – это будет скоростью производства, а b у нас будет… только не скорость, а единица на скорость, да? А b у нас будет временем, которое требуется, чтобы там бесконечно малую партию сделать. И вот такую простую модель, то есть мы вот по этим данным хотим найти этот коэффициент k и b. Ее, в принципе, можно уже назвать нейросетью и вот так вот нарисовать. Вот, вот наша простейшая нейросеть. Это, на самом деле, просто графическое описание того, как мы вот такие учреждения делаем. То есть мы строим такой, как в математике называют, граф, у которого справа… Ну, в данном случае справа выход и слева входы, хотя многие люди по-разному рисуют. Справа у нас выход, то есть то, что наша функция выдает, слева вход, x и некоторая константа. И вот в каждом кружочке, когда у нас выходит ребро, подразумевается, что у нас значение числа в кружочке домножается на некоторое число, которое ставится в соответствии с ребром, а когда у нас это все входит в какой-то другой кружочек, здесь все это складывается, то есть у нас k умножается на x, плюс b умноженное на единицу и складывается. Собственно, вот у нас сложилось, получился y, о котором мы здесь увидели. Окей, вот у нас есть такая простая нейросеть. Вот эти штуки их называют нейронами, потом, наверное, поймем почему. По сути, у нас один входной нейрон, вот этот нейрон такой, как константа, можно на нее не смотреть, и один нейрон на выходе. И вот эти в ребрах, собственно, сидят параметры, которые мы хотим обучить. Под обучением мы понимаем поиск наилучших значений этих параметров, чтобы наша модель наилучшим образом описывала данные. Как же их можно обучить? Ну, смотрите, мы можем взять сначала какие-то случайные значения, просто произвольно, ну, монетку подбросить, взять какие-то k, какие-то b, взяли и построили предсказание, которое с такими k и b наша модель дает. Ну, получается вот такая линия. Теперь для всех точек, что у нас есть, мы можем посмотреть, какое предсказание дает модель и что должно было быть на самом деле. Смотрим на разницу между этими двумя вещами. Это, по сути, ошибка нашей модели. И мы бы хотели, чтобы наша ошибка была минимальна, чтобы наша модель максимально правильно описывала данные и как можно меньше ошибалась. То есть мы, по сути, хотим минимизировать длины этих отрезков. Понятно, что с помощью прямой мы не можем их все одновременно минимизировать. Поэтому обычно делается какая-то компромиссная величина. Для таких задач очень часто используется величина, которая называется среднеквадратичная ошибка. По сути, если вы просто возьмете длину каждой линии и возведете в квадрат и сложите, у вас получится одно число, и вы можете попробовать минимизировать его. Тогда вы минимизируете вот эту среднеквадратичную ошибку. И я здесь не вдаюсь в подробности, как именно мы можем это минимизировать. Не знаю, может кто-то слышал, есть алгоритм обратного распространения ошибки и градиентного спуска. Вот эта вещь, которая там используется. Но просто пришлось бы много вдаваться в математику, чтобы их объяснить. По сути, идея в том, что мы можем смотреть на ошибку и смотреть, в какую сторону нам нужно подкручивать параметры, чтобы эту ошибку чуть-чуть уменьшить. То есть у нас была изначально ошибка вот большая. Мы смотрим, ну, померили ее, посмотрели, в какую сторону надо изменить параметры. Мы чуть-чуть параметры изменяем, ошибка чуть-чуть уменьшилась. И мы итеративно этот процесс повторяем, пока ошибка не становится все меньше и меньше, И в итоге приходит какое-то такое состояние, а параметры k и b, соответственно, значения, которые нам будут впоследствии давать хорошие предсказания. Если тут что-то непонятно, можем обсудить. Ну, надеюсь, ему более-менее. Окей. Давайте возьмем пример посложнее. Какая-нибудь такая вот зависимость у нас есть. В принципе, это тоже можно свести к задаче с шоколадками, с фабриками. Хотя вот почему именно такая зависимость получилась, может быть, не очень понятно. Ну, например, там, не знаю, более большие партии нашей фабрики почему-то начинают хуже работать. И вот, наоборот, получается быстрее, да? Но вот здесь вот хуже работать, потом опять немножко быстрее. Вот какая-то такая фабрика нелинейная. И мы можем просто глазами посмотреть на этот набор точек и подумать, какая бы кривая его хорошо описала, чтобы мы делали наше предсказание о том, как наша фабрика будет работать. Есть предположение, какая кривая может делать? Парабова. Парабова. Третья или пятяя степень? Ну, да, парабола не очень подойдет, потому что парабола у вас либо оба конца будут вверх, либо оба конца вниз. А мы… у нас здесь вниз конец, а здесь вверх. То есть ножака – это нечетная степень. Третья, например, степень, да. Синус, наверное… Просто так синус, наверное, не подошел бы. Нужно было бы синус как-то еще видоизменять, чтобы он подвинулся. Поэтому давайте возьмем третью степень. Гиперболы я называю. То есть вот модель в каком-то таком виде. У нас снова х – это то, что нам дано по горизонтали, у нам дано по вертикали, а вот параметры k1, k2, k3 и b – это то, что мы хотим измерить. Вот заметьте, в данном случае мы усложнили модель, и нам уже сложнее интерпретировать эти параметры. Если в прошлой модели мы говорили, что k – это у нас единица на скорость, то здесь уже сложно сказать, что это именно такое. Но давайте не будем сильно об этом заботиться, а просто попробуем их построить. Кстати, вот эту штуку тоже можно обозвать нейросетью, нарисовать ее как-то вот так, например. То есть у нас теперь получилось, входов стало больше, и мы на входы подаем x, x2, x3 степени, и снова домножаем на коэффициенты, и все это складываем. Ну, все, надеюсь, согласны, что вот этот граф соответствует вот этой формуле. Но здесь на самом деле можно было эту штуку зарисовать еще более сложно, например, вот так. Ну, с одной стороны сложно, но в некотором смысле это упрощение, потому что мы сказали, что у нас вход был один, потом мы его тремя разными способами как-то видоизменили и поставили уже вот на эту модель. У нас с вами получилось уже нейросеть с несколькими слоями. Вот эти преобразования вот здесь, они у нас фиксированы, то есть мы их просто угадали. Мы угадали, что нам нужно вот такую формулу получить, поэтому мы взяли x, возделили в первую, в вторую, в третью степень, и получили их значения такие вот здесь, а потом сложили. Но, в принципе, с обучением этой модели все то же самое. То есть у нас есть, мы можем как-то вот эти параметры проинциализировать, посмотреть, какая получается кривая в случае просто случайной инциализации, посмотреть на ошибки, глядя на эти ошибки, смотреть, в какую сторону нам нужно изменять параметры вот эти, чтобы ошибку уменьшить, итеративно это все делать, 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 и прийти вот к какому-то такому решению. А не может быть такого, что мы придем к локальному минимуму, то есть в ближайшем самую близкую, но может быть еще ближайшую. Да, это хороший вопрос. Вот именно в этой задаче, вот именно вот эта задача, она без локальных минимумов, это можно доказать. Но когда мы будем усложнять, действительно бывают ситуации, то есть что когда модели более сложные, может быть такое, что вы уменьшаете, уменьшаете, уменьшаете вашу функцию потерь, вот эту вот ошибку, и вы приходите к какому-то месту, которое, где уменьшение дальше невозможно за счет маленьких изменений, хотя глобально существует какой-то другой набор этих параметров, где значение функции потери ниже. Но вы в него не пришли просто потому, что вы вот маленькими изменениями уже в каком-то локальном минимуме находитесь. Я про это, конечно, здесь не планировал говорить, это проблема, которая решается, но это уж такие евристические подходы в нейронках, чтобы решать именно эти проблемы. Можно вопрос? Да. Мы сейчас считаем, что мы просто все три параметра k1, k2 и k3 меняем, мы просто линейно смотрим, станет у нас лучше или хуже, и вот по тому, что говорил Федя, что мы не попадем в локальный минимум из-за этого. Мы про это говорим, но я говорю, что именно в этой задаче на самом деле такого не будет. То есть можно доказать, что вот в этой задаче, если вы просто будете подкручивать вот эти параметры, чтобы локально чуть-чуть уменьшать, уменьшать, уменьшать ошибку, то вы в итоге придете в глобальный минимум. Это именно вот в этой задаче. Но в общем случае, да, такая ситуация может быть, что мы не придем. Мы смотрим сумму этих квадратов, а дальше мы смотрим при увеличении или уменьшении k как меняются квадраты и просто в эту сторону двигаем. Ну да. Ну это немножко тоже упрощение. На самом деле мы смотрим одновременно на изменения всех. Мы по сути считаем производную от функции потерь, кто знаком с производными, от функции потерь по всем параметрам сразу. И этот производный нам говорит, в какую сторону и с какой скоростью нам нужно изменять параметры, чтобы наиболее быстро уменьшать функцию потерь. Вот отсюда этот метод градиентного спуска. Окей, спасибо. Еще какие-то вопросы тут остались, да? А что делать, если непонятно, на какую функцию множество точек похожи? Во, это очень хороший вопрос. Вот здесь нам было понятно. Это как раз продолжение моей дискуссии, что здесь мы угадали это преобразование. Но действительно могут быть ситуации, когда не видно. Вообще здесь нам повезло, что задача простая. У нас одномерная величина здесь, одномерная величина здесь. Мы можем это построить, посмотреть глазами и все увидеть. В перспективе мы сейчас придем к ситуациям, когда у нас вход модели – это картинка, это набор яркости различных пикселей. Выход – это может быть другая картинка или какая-то характеристика, какой-нибудь набор вероятностей. То есть какие-то сложные многомерные структуры, которые так просто не нарисуешь. Поэтому хочется какой-то более общий подход. Так вот, давайте попробуем сделать так. А у нас будет оптимальная степень х, при которой сумма когда-раз будет наименьше? То есть, может, условно мы решили оптимальная для третьей степени, а для седьмой задача будет более точной? Да, на самом деле, если взять степень… У нас здесь можно посчитать, сколько точек. Взять модель с таким же количеством параметров, тогда у нас найдутся значения этих параметров, где эта модель идеально пройдет через эти точки. Но если это реально посчитать, построить… Здесь, как видите, у нас есть некоторые случайные шумы. Но если сделать, как вы предлагаете, и построить какую-то сложную модель с большим количеством параметров именно в таком виде, с возведением в высокие степени, у вас в итоге получится… Это можно просто экспериментально посмотреть. У вас получится такой поленом, который здесь очень сильно колеблется и проходит через все точки идеально. То есть на этой выборке точек действительно у вас ошибка будет ноль. Но если вы потом опять запустите свою фабрику с какой-нибудь промежуточным значением размера партии, и у вас получится точка, скорее всего, где-то здесь же, а ваш поленом, который вы по остальным точкам построили, он уйдет куда-нибудь там, предскажет вам в бесконечный раз больше или меньше. На практике это… Ну, машинобучение действительно это важная вещь. То, что я сейчас сказал, это будет называться переобучением. Когда у нас модель очень хорошо обучилась предсказывать на выборке, вот которую мы ей дали, но при этом плохо предсказывать на выборке, которую она не видела. И, собственно, обычно с этим так и борются. То есть берут, смотрят на функцию ошибок, вот на обучающей выборке, еще отдельно откладывают небольшую выборку, на которой будут также проверять, что модель дает адекватные предсказания. И может так оказаться, что она дает там неадекватные предсказания, это будет означать, что вы модель переусложнили, ее надо упрощать. Вот. Спасибо, очень хороший вопрос. А мы можем провести эту прямую, грубо говоря, от руки и попросить нейросеть описать ее, как мы провели? Так вообще? Ну, от руки, опять же, в данном случае мы могли, да, потому что у нас данные одномерные. Попросить нейросеть, то есть вы имеете в виду от руки, а потом мы вот все, что мы провели от руки, мы типа поставим точки и дадим на вход нейросети. Это имеется в виду, да? Да, грубо говоря, множество всех точек того, что мы провели. Ну, в принципе, можно было бы, но как бы вы здесь, получается, усложняете себе задачу, вы, получается, добавляете себе работы в проведение этих штук от руки. И опять же, в данном случае задача простая, одно размерность единицы здесь, размерность единицы здесь, вы это можете сделать. В случае с картинками, например, там уже сложно было бы привести от руки набор картинок, да? Вот. Ну да, нет, вопрос очень хороший, спасибо. Так, так в итоге вот про вот эту штуку. Давайте попробуем, это вот был у вас вопрос, да, про то, что как быть, если мы не знаем, как угадать. Давайте попробуем не угадывать, давайте попробуем обучить эти преобразования. То есть здесь я просто взял вот эти преобразования, которые были здесь, и попробовал их заменить. Ну, пока на то, что я умею заменять, я умею умножать числа на другие числа, на какие-то параметры и складывать. Вот я это здесь предлагаю сделать. То есть сюда я как-то, ну, на что-то умножу вот это и сложу с каким-то еще параметром здесь, да? Ну, вот эта операция умножения на коэффициенты складывания мы будем называть линейная комбинация. То есть значение вот здесь будет какая-то линейная комбинация вот того, что у нас здесь. И то же самое здесь, здесь, здесь. Но параметры этой комбинации, они все зашиты, и они разные. Свой параметр в своем ребре графа. И можно было бы ожидать, что вот такая модель, вдруг она автоматически обучится найти такие параметры здесь, чтобы вот эти представления, которые мы здесь получим, чтобы они были эффективными для решения вот той прошлой задачи. Но здесь есть одна проблема. Если мы все сделаем, как я сейчас здесь нарисовал, у нас будет в результате просто линейная функция. Вы, наверное, про это хотите сказать, да? Ну да, то есть если мы просто возьмем... Ну, я здесь записал, собственно, то, что там нарисовано. Если мы возьмем вот это, подставим сюда, и вынесем за скобки все, что стоит перед х, у нас получится просто х умножение на число плюс еще какое-то число. То есть опять получилась линейная функция. И вот этот граф, он нам, по сути, просто строит прямые. Не очень хорошо. Но эту проблему очень легко решить. Нам просто нужно всунуть какую-то нелинейную функцию вот сюда. То есть каждый раз, когда мы считаем линейную комбинацию вот здесь, в каждой из этих точек, кроме самой линейной комбинации, нам нужно вставить какую-то нелинейность. То есть мы посчитали комбинацию, и дальше считаем от нее какую-то функцию, любую нелинейную функцию можно взять. И все, эта проблема решает. То есть вот если вы так вот сделаете, когда вы поставите вот эти штуки вот сюда, у вас уже не получится так раскрыть скобки и поставить х, и результатом будет какая-то более сложная нелинейная функция. И, в принципе, мы с вами здесь пришли уже к классическому виду искусственных нейросеток. Они, собственно, в каком-то таком виде и зарождались. Причем исторически одна из первых таких функций была вот такая, как ее называют, индикаторная, по-моему, функция, которая вам просто выдает единицу, когда х больше нуля, и ноль, когда меньше или равен нулю. И вот эта штука, она, в принципе, мотивирована реальными нейронами. То есть мы теперь можем эти штуки считать нейронами. У нас получается все возможные значения чисел, которые здесь возникают, это значение вот этой функции. То есть если мы поставляем именно в таком виде, у нас здесь либо 0, либо 1, 0, 1, 0, 1. И мы можем это интерпретировать, что 1 это как активированный нейрон, 0 это неактивированный нейрон. И причем условием его активации является то, что на входе к нему пришло достаточное количество активированных сигналов. То есть исторически в качестве функции активации использовалось что-то такое. На практике оказывается, что вот такие функции очень сложно обучать. В основном это потому, что у вас значение функции меняется скачкообразно, а потом оно постоянно во всей области определения. То есть получается, вы чуть-чуть подкручиваете параметр, а у вас предсказание никак не меняется. Подкручиваете, подкручиваете, а в какой-то момент он скачкообразно меняется. И вот это вот сложно обучать, то есть вот градиенты там считать, о чем мы обсуждали некоторое время назад, там сложно, ну просто не получится. И сейчас на практике вот одно из, ну я для примера привел вот такую функцию, которая для входа меньше нуля вам возвращает ноль, а для входа больше нуля вам возвращает сам вход. Функция практически линейная, но вот за счет того, что она кусочно линейная, но на всей области определений не является линейной, это работает тоже, тоже не получится здесь уже так упростить. И вот этой функции достаточно, в том числе для решения вот той задачи, которую мы последнюю решали, и на самом деле практически любые задачи нейронки такого вида могут решать. Причем обратите внимание, что я здесь, конечно, оставил вот эти три нейрона, я мог это число выбрать произвольно. Я могу здесь еще добавить, еще добавить, и добавление каждого следующего нейрона, мне здесь добавят еще параметров, ну здесь добавят параметров, здесь добавят параметров, но в принципе я могу ожидать, что чем больше я их тут поставлю, тем более сложные функции я смогу строить с помощью вот такой модели. Если что-то непонятно тоже, спрашивайте. Окей. И здесь я хотел показать пример того, как это может работать в случае с картинками. Я каких-то крутых результатов тут не цитирую, я думаю, вы их все видели в своих телефонах, когда вам телефон предсказывает, там, не знаю, находит какие-нибудь лица или что-нибудь такое. Ну просто пример, как это может работать. Прежде у нас в качестве входа было вот это одно число, там, размер партии на нашей фабрике. Но если мы хотим построить модель, которая делает какие-то предсказания для картинок, можем взять картинку, она у нас численно представима, то есть у нас картинка — это, по сути, набор яркости пикселей. Вот мы каждую эту яркость можем просоцировать с каким-то нейроном на входе. У нас там картинка 100 на 100, значит, здесь будет там 100 тысяч нейронов, ну и в случае черно-белой картинки. Если она цветная, то 30 тысяч нейронов. Я сказал 100 тысяч, 10 тысяч, да? 100 на 100 — 10 тысяч. Либо там 30 тысяч, если это 3 канала цвета. Ну, я думаю, идею вы поняли. И вы хотите построить функцию, которая вам картинки будет отображать в предсказании, допустим, классификации, то есть что изображено на картинке. Это можно сделать, например, в таком более плавном виде, чтобы ваша модель предсказывала вам вероятности разных классов. То есть, допустим, вы вот в этот нейрон ставите, интерпретируете его как вероятность наблюдать собачку, здесь вероятность наблюдать кошечку, здесь там вероятность наблюдать еще что-то. И вот сколько разных категорий вы хотите предсказывать, сколько у вас здесь будет нейронов. А здесь опять вы можете выбрать сколько хотите. То есть вы можете усложнить модель, взяв какое-то очень большое количество нейронов здесь. И я тут не рисовал, но, в принципе, вы можете вот этот процесс, вот этих линейных комбинаций, вы можете его усложнить, добавляя промежуточные слои, то есть натыкачание нейронов здесь, которые будут связаны с каждым отсюда и так далее. И вы можете расти, получается, как вширь, так и вглубь. И, в принципе, модели такого вида, они способны в том числе решать и задачи классификации картинок, как вы наверняка встречали в медиапространстве. Но почему это работает? Вот. То есть может казаться, что это какая-то магия, да? Мы просто пихаем картинки. Ну да, здесь опять нам нужна какая-то функция потерь, я в этот момент не сказал. То, что когда мы обозначили вот эти штуки как вероятности, мы на вход, допустим, подаем собачку, и мы хотим, чтобы вероятность для собачки максимизировалась, а вероятности остальных там уменьшались. И на основе этого создаем вот эту функцию ошибок и пытаемся ее также минимизировать, изменяя вот параметры, которые в ребрах сидят. И в результате это работает. Вопрос почему? И есть математическая теорема, которая, ну, можно сказать, объясняет почему. Она говорит, что вот модели такого вида, где у вас есть входы, они как-то линейно комбинируются, потом делается нелинейное преобразование и опять нелинейная комбинация. Вот эти модели, они умеют аппроксимировать, это можно просто доказать, с любой наперед заданной точностью любую функцию, ну, любую достаточно гладкую, скажем так, функцию, без каких-то там больших разрывов. Ну, есть вот на Википедии прям статья про эту теорему. То есть, по сути, вот какую угодно функцию придумайте, любую такую функцию можно вот такого вида модели описать. Можно вопрос, а вот ошибкой в данной нейросети будет являться совпадение или не совпадение вот этого алгоритма, угадал он или нет, или что? Ну, с классификацией картинок имеется, да? Да, да. Ну, там обычно… То есть 0 или 1 угадал, не угадал? Ну, вот 0 или 1, он неплавно меняется, да, это плохо, нужно, чтобы гладко. Я не хотел здесь даваться в математику, там просто немножко более сложные функции, но, в принципе, можно делать такие функции, которые… Ну, как простой вариант, можно, например… Так на самом деле не делают, но… Ну, просто потому что не очень хорошо работает. Но, в принципе, можно было бы, например, вы хотите, чтобы у вас здесь вероятность была единица, а здесь 0,0. Вы можете посчитать разность между вот этим и единицей, между этим и нулем, между этим и нулем, и все это сложить, ну, в квадратах. И минимизировать это. На практике там чуть более сложно, но просто сейчас не хочу вдаваться в детальную формулу. Если интересно, погуглите слово «кроссентропия». Вот. Так. Так вот, возвращаясь к теореме, вот такого рода функции, они могут аппроксимировать все, что хотите. И здесь можно прям очень какие-то такие экзотические реалии впасть. Представить себе, например, какую-нибудь машину, черный ящик, в которой вы на бумажке пишете вопрос, сканируете его, отправляете в эту машину, она вам распечатывает, допустим, ответ и там представить, что эта машина умеет отвечать правильно на все возможные вопросы. В принципе, то есть можно представить себе такое соответствие функциональное между входом в виде вопрос на картинке и ответом в виде ответ на картинке, выходом в виде ответ на картинке. Если вы можете представить это в виде функциональной зависимости, значит, это существует в виде какой-то нейросети. На практике, конечно, может оказаться, что вам потребуется там миллиарды, триллионы или еще большее количество нейронов, чтобы это описать, и совершенно непонятно, как это будет обучать, но вот именно в структуре модели заложена в том числе и такая функция тоже. И это, на мой взгляд, очень круто. И это делает вот такого вида модели, такими кирпичиками, из которых строятся потом более сложные модели. По сути, нейросеть — это просто такая функция, которая очень гибкая, из которой вы можете собрать функцию, которая делает то, что нужно вам. Мне нравится такая аналогия с пластилином, что вы как из пластилина из нейросетей лепите какие-то приспособления, которые решают те или другие задачи. Окей, это то, что касается нейросеток. В общем, я немножко медленно иду. Ну ладно, может, не все расскажу. Давайте расскажу еще про определенное, вот то, что касается дипфейков, то есть когда мы с помощью нейросетки что-то новое создаем. Как это, в принципе, можно делать? Вот мы хотим, чтобы нейросеть там создавала новые объекты. Как этого добиться? Ну, если мы хотим, чтобы этот объект был выходом из нейросети, ну, допустим, картинку, мы хотим, чтобы нейросеть рисовала картинки. Здесь мы, конечно, можем сделать столько выходов, сколько, допустим, пикселей у нашей картинки. И потом их будем так интерпретировать. Вопрос, что подавать на вход? Ну, нам нужно что-то трансформировать. Ну, то есть у нас нейросеть — это функция, которая что-то трансформирует в что-то другое. В данном случае мы что-то трансформируем в картинку. То есть это должна быть какая-то информация о том, что мы хотим на этой картинке увидеть. Какое-то описание. Но здесь есть одна проблема, что нейросеть — это, по сути, детерминированная функция. То есть какое-то одно и то же описание будет нам всегда генерить один и тот же объект. То есть если, например, мы хотим просто здесь сделать один нейрон, для которого ноль будет обозначать, что я хочу нарисовать, допустим, человека, а единичка — там, что я хочу нарисовать собаку, у меня ноль всегда будет трансформироваться в одного и того же человека. А я бы, наверное, хотел какое-то разнообразие, чтобы я мог рисовать разных людей. И здесь эта проблема решается на самом деле достаточно просто. Нам просто нужно добавить некоторую случайность. И делается это вот таким образом. Мы здесь можем взять сколько угодно нейронов и подавать им на вход какие-то случайные значения. Ну, просто какой-то реализации случайного шума. И пытаться вот этот случайный шум интерпретировать как картинки, то есть трансформировать из пространства шума в рисуемые изображения. И здесь все, в принципе, здорово, но тогда вопрос, как это можно было, в принципе, обучать. То есть нам нейронка, ну, когда мы ее только принципиализировали, естественно, она не нарисует нам котика. Она нарисует тоже какой-то шум. Она шум трансформирует в какой-то другой шум. Как нам подкрутить параметры, чтобы она здесь рисовала что-то осмысленное? Те подходы, которые я вам говорил, показывал прежде, они, обратите внимание, у нас там всегда были объекты шлипарами. У нас x, и ему, соответственно, шел y. В случае с классификацией у нас была собачка и, собственно, класс, который мы хотим предсказывать. То есть вот этот правильный ответ для этой картинки у нас был. И мы это всегда подавали парами, то есть на вход подавали x и смотрели, чтобы выход был как можно ближе к нашему y. Здесь у нас нет какого-то знания, как реализация этого шума связана с какими-то конкретными картинками. И поэтому, ну, можно было бы, конечно, просто как-то случайно тоже это проассоцировать, что там такое-то значение шума, мы хотим получить из него такую картинку. Но, скорее всего, если вы так сделаете, у вас просто вот эта связь между шумами и картинками будет слишком сложная, и вы не сможете, скорее всего, обучить нейросетку, которая успешно эту задачу решит. И поэтому здесь придумали более хитрый подход. Он изображен вот здесь. Модель, которая в итоге получилась, называется генеративно-социзательные сети. По-английски это Generative Adversarial Networks и сокращенно GAN. Ну, в общем, в русском языке все говорят GAN. Я буду тоже использовать слово GAN. Так как они работают? Мы добавляем еще одну нейросеть. И эта нейросеть, она будет простым классификатором. Мы с вами уже умеем строить классификаторы, то есть сети, которые делают предсказания. И вот эту сеть, мы в нее будем по очереди подавать то реальные картинки, которые мы хотим научиться рисовать, то картинки, которые нам порождает вот та нейросеть. И вот эта нейросеть будет пытаться предсказывать, что она видит, нарисованную картинку или реальную. То есть вот для этой нейросетки мы будем подкручивать параметры таким образом, чтобы вот ее классификация была все лучше и лучше, чтобы она как можно лучше разделяла такие картинки от таких. Причем, смотрите, если у нас вот эти картинки вообще не похожи на вот эти, то задача этой нейросетки очень легкая. Ну и нужно будет просто найти какие-то признаки в яркости пикселей здесь, по которым можно было вот это отличить от этого. Соответственно, логической целью для этой нейросетки было бы ухудшить качество вот этой. То есть мы можем здесь пытаться подкручивать параметры таким образом, чтобы результат классификации здесь был все хуже и хуже. И у нас получается две такие сетки, которые работают в противоположном направлении. Вот это, ее называют дискриминатором, она пытается разделить картинки, а вот это, которое отвечает только за генерировку вот таких вот картинок, подкручиваем в такую сторону, чтобы качество классификации здесь ухудшалось. И смотрите, в принципе, наихудшее качество классификации здесь будет тогда, когда вот эти картинки неотличимы от этих. И, собственно, этого мы здесь пытаемся добиться. И на практике оказывается, что такие модели, хотя их немножко более сложно обучать, чем то, что мы раньше обсуждали, то есть они менее стабильны в обучении, но в целом получаются вполне сносные результаты. И вы вот таким подходом вполне можете обучить вот такую нейросчетку, генерить что-то похожее на то, что у вас есть в реальных данных. Причем похожее, но не идентичное. То есть какая-то такая интерпретация нейросчетки того, как должны выглядеть данные. Вот, можно об этом думать, как некоторый такой интерполятор. То есть штука, которая по ограниченному множеству, допустим, картинок, представляет себе все безграничное множество картинок, из которых это является только ограниченной выборкой. Вот, здесь какие-нибудь вопросы есть или более-менее понятно? Или ничего не понятно? Понятно. Ну ладно. Дальше у меня просто несколько примеров того, как это работает. Эта модель была предложена в 2014 году. Тогда эти картинки были достаточно простенькие, которые получались. Но народ все совершенствовал. Причем здесь совершенствование в основном относится вот к архитектуре, то есть к тому, какие нейроны с какими вы свяжете, вот как вы построите именно вот эту функцию. Но в целом вся идея, которая была на прошлом слайде, она здесь везде остается. Да, вот в 2018 году уже появилась модель от NVIDIA, которая делала картинки супер реалистичными. Они и дальше там копают. Но здесь бывают видно какие-то артефакты, типа на фоне. И сейчас они строят модели, в которых даже и этих артефактов нет. В общем, там какая-то супермагия происходит. Картинки прям неотличимые получаются. Ну и в принципе, надеюсь, понятно, что все, что я сейчас говорил, оно не обязательно относится к картинкам. Можно было работать со звуком, с видео, в общем, с любыми объектами, которые мы умеем численно представлять. Вот. Здесь еще, ну это скорее в качестве ссылки, вот есть такой сайт, называется thisX does not exist, то есть этот X не существует в точка ком. И там собраны различные примеры, где вот модели, основанные на ганах, генерят, ну там есть людей, кошечек, какие-то там фотографии квартир, там много есть разных вещей. В принципе, любопытная штука, советую посмотреть. Вот. И еще один такой класс применений этой штуки я хотел показать здесь. Здесь модель, конечно, чуть более усложнена, но в основе у нее все, вот, те же ганы сидят. Только на этот раз эти ганы не просто генерируют картинки, а они берут картинку на входе и ее трансформируют во что-то другое. И получается вот такие вещи, когда вы берете картинку, а потом ее интерпретируете в каких-то других стилях. По-моему, есть относительно популярное приложение Призма, которое делает что-то такое. Насколько я знаю, они тоже используют ганы в своих работах. Вот. В этом месте я, наверное, закончу этот технический блок про нейронки. Если есть какие-то вопросы, можем пробовать обсудить. Если нет, давайте я чуть-чуть расскажу все-таки про науку, которой мы занимаемся. Времени не очень много, я постараюсь поскорее. Про познание Вселенной. Вот на этом слайде, это картинка с Википедии, где просто перечислена какая-то такая структуризация различных наук, и оно все наложено на масштаб характерных расстояний, где объекты каких размеров изучают данные науки. Если мы говорим с вами об изучении Вселенной, то речь, наверное, идет о вот этой части спектра, где какие-то там большие масштабы, масштабы Вселенной. Но на самом деле оказывается, что изучение Вселенной вот здесь невозможно без изучения Вселенной вот здесь. Изучение природы, того, как она работает на микроуровне. Почему это так? Ну, смотрите, вот здесь, тоже картинка с Википедии, такое характерное изображение того, как наша Вселенная эволюционировала. Откуда мы вообще знаем, как она эволюционировала? Ну, смотрите, мы когда смотрим в космос, скорость света конечна, и поэтому чем глубже в космос мы смотрим, тем более древние части Вселенной мы видим. И поэтому мы можем заглянуть там и сюда, и сюда, и сюда. И, ну, есть некоторые пределы, вот здесь находится того, куда мы можем заглянуть оптическими телескопами, но, в принципе, есть способы заглянуть туда и чуть дальше с помощью, там, других видов излучений. Но все равно есть некоторые ограничения глубины того, как далеко мы можем заглянуть. Но, на самом деле, оказывается, что поведение Вселенной вот в эти ранние этапы, то есть близко к Большому взрыву, оно во многом определяется тем, как у вас материя взаимодействует на микроуровне. То есть какие есть частицы, как они рождаются, исчезают, как они взаимодействуют, одни преобразуются в другие. И вот от этого, в принципе, зависит то, как Вселенная вела себя здесь. И поэтому, в том числе, важно изучать Вселенную и на микроуровне. Как это сделать? Вот здесь у меня схематически показан опыт, из которого мы узнали, из чего состоят атомы, то есть какая структура атома. Мы узнали, что это было в начале 20 века, что атомы — это, на самом деле, тяжелое ядро положительно заряженное, вокруг которого есть некоторые облака электронов, отрицательно заряженные. Наверное, люди более-менее слышали про опыт Резерфорда, что он облучал фольгу, по-моему, золота, или чего-то еще, золотую фольгу, облучал источником альфа-частиц и наблюдал, куда эти частицы отклоняются. А вот у меня такой простой вопрос. Никто не задумывался, почему какой-то такой сложный опыт потребовался, чтобы узнать, из чего состоит, ну, какова структура атома. Почему нельзя было, например, в микроскоп смотреть и вот в микроскопе увидеть, как выглядит атом? Есть идея? — Лишь по маленькой сантиметре. — А? — Там все слишком маленькое. — Ну, а что значит слишком маленькое? В какой момент оно становится слишком маленьким? — Да, это правильный ответ. Действительно, то есть у нас видимый свет, длинный волн видимого света — это сотни нанометров. Ну, там, в среднем, наверное, 500 нанометров. Характерный размер атома — это одна, ну, грубо, одна десятая нанометра. А размер ядра еще в 10 тысяч раз меньше. Так вот, оказывается, ну, это, если вы понятие, дифракционный предел, то есть просто вы волнами вот такой большой длины, вы просто не можете прощупать такие маленькие объекты. А вот альфа-частицы, тех энергий, которые здесь были, я не знаю, слышали ли вы про такую штуку, как корпускулярно-волновой дуализм. То есть, на самом деле, мы знаем, что волновыми свойствами обладает не только свет, но и материя, и частицы, они тоже обладают некоторыми волнами, ну, с волновыми свойствами. И вот оказывается, что там энергии этих альфа-частиц, обычно, чем больше энергия, тем меньше длина волны. И вот там были длинные волны, достаточные, чтобы прощупать вот эту структуру. И, собственно, отклонениями этих альфа-частиц мы смогли это прощупать. И теперь, вот с тех пор, наука, вот в виде таких экспериментов, где мы что-то там с чем-то с ударяем, что-то чем-то облучаем, оно эволюционировало, и привело нас к тому, что сейчас мы называем стандартной моделью физики частиц. Эта модель, она, по сути, постулирует вам вот такой спектр частиц, и объясняет, как они друг с другом взаимодействуют. Здесь, конечно, в детали вдаваться сильно я не буду. Но, наверное, основная идея, которую я бы хотел здесь высказать, это то, что эта модель, она так называемая теория поля. То есть, с точки зрения этой теории, каждая частица, она представляет собой, можно сказать, поле этих частиц. Здесь есть какой-то пример этого поля для двухмерного пространства. И, по сути, это просто какое-то число, которое вам определено в каждой точке пространства. Ну, здесь оно нарисовано для двухмерного просто потому, что так проще нарисовать. По сути, у вас в каждой точке пространства, в каждом момент времени определено какое-то число, которое вам говорит, что описывает состояние поля той или иной частицы. На самом деле, чуть более сложно. Например, для электронов это поле не одно число, а четыре числа. И там для других частиц тоже это чуть более сложно. Но идея все такая же, что у вас есть какие-то числа, которые определены всюду в пространстве, и они как-то эволюционируют и друг другу взаимодействуют. И вот частицы — это такие возмущения в этих полях, то есть отклонения от какого-то базового уровня. И вот эта модель, она вам говорит то, как эти поля еще и взаимодействуют. То есть у вас есть в пространстве всюду поле, допустим, электронов, и есть поле фотонов, то есть частиц света. И получается так, что у вас возмущение, ну, например, если взять ускоряющуюся частицу, она должна излучать свет. На языке вот этой синтезарной модели это означает, что у вас есть поле этих заряженных частиц, и изменение в поле этих заряженных частиц вам генерирует возмущение в поле фотонов и создает вам фотоны в каком-то таком виде. И все эти частицы, они друг с другом связаны и могут преобразоваться одна в другую. Какие-то частицы не очень стабильные, то есть эти поля, в них есть какие-то такие возмущения, и эти возмущения потом преобразуются в возмущение других полей, то есть у нас частица распалась на какие-то другие частицы. И откуда мы все это знаем? Ну, мы эти вещи изучаем на ускорительных экспериментах. То есть мы берем какие-то определенные частицы, там их сталкиваем друг с другом и смотрим, что в итоге получается. Здесь, например, показан большой адронный коллайдер, который находится в Швейцарии, на границе Швейцарии и Франции. По сути, такое большое 27-километровое кольцо, по которому летят практически со скоростью света протоны. Протоны — это ядра водорода. Они летят во встречных направлениях. И в некоторых точках, вот здесь, вот здесь, здесь и вот там еще где-то, вот здесь, эти пучки пересекаются, и при пересечении этих пучков возникает ударение протоном друг с другом. При этом на языке этой самой теории поля у вас получается, что начинают возмущаться какие-то более тяжелые, более сложные поля. Мы это видим как в том виде, что рождаются новые частицы, они разлетаются в разные стороны, распадаются, и продукты этих распадов долетают до детекторов, которые вокруг этих точек расположены. Вот здесь эти детекторы я перечислил. Такие здоровенные установки. Например, вот эта штука называется компактный мионный соленоид, но компактный очень в кавычках, потому что вот, например, размер человека, вот размер этой штуки. Компактный, да. А эта вещь, атлас, он еще больше, наверное, раза в 2 или в 3, чем вот этот. Очень большие детекторы. А зачем их вообще такими делать? Ну, смотрите, здесь показан такой боковой срез вот этого самого компактного мионного соленоида. В плане геометрии здесь вот пучки, которые летят, они летят вот перпендикулярно слайду, то есть один летел вот так, второй летел из стены сюда, и здесь произошло сонарение. В результате сонарения что-то родилось, какие-то другие частицы, и они разлетаются вот в разные стороны. И вот различные детекторы их окружают, пытаются зафиксировать как можно больше информации о том, что разлетелось. Ну, например, обычно ближе всего к точке взаимодействия мы пытаемся поставить какой-то легкий детектор, который просто нам измеряет координаты частиц, которые разлетались. Таким образом мы сможем измерять их траекторию, там по траектории можно еще много информации достать. Чуть глубже есть такие вот слои, которые пытаются затормозить как можно больше частиц. Причем это торможение, это так называемые калориметры, это торможение, оно таким каскадным путем происходит, то есть у вас частица взаимодействует с веществом детектора здесь, при этом рождаются тоже вторичные частицы, они тоже взаимодействуют с веществом детектора, опять рождают какие-то там третичные, четверичные частицы и так далее, и вот такой прям, это называют, ливнем, ливень частиц рождается, и все они здесь тормозятся, и там в итоге в виде электрического тока просто амплитуда сигнала измеряется, и мы измерили сколько частиц там остановилось, и в итоге какая была энергия у того, что сюда прилетело. И на самом деле то, что я сейчас описал, ну здесь это достаточно простенько написано, но в реальности это может происходить вот так, вот здесь каждая линия это отдельная частица, то есть эти события, они супер загружены, у вас может просто огромная куча всего родиться, и в том числе большая работа это все реконструировать, и как бы понять, даже построить вот эти все линии, тоже большая работа, потому что в реальности вы просто видите, что у вас что-то прилетело вот здесь, здесь какое-то вещество там проинализировалось, вы какой-то ток считали, а вам нужно в итоге построить вот эту картину. И более того, я, например, не сказал про частоту с ударений, а частота с ударений в активной фазе эксперимента 40 миллионов в секунду. То есть у вас вот может быть 40 миллионов вот таких вот картинок происходить в секунду. То есть это просто огромный массив данных, и из них не все интересны. То есть когда мы пытаемся специально из них поймать такие события, а там все случайно, то есть событие может произойти, может не произойти, вообще вся вот эта физика, которая здесь происходит, она описывается вероятностно. Вот, и мы пытаемся эти вероятносты подкрутить в нашу пользу путем отбора тех событий, которые нам интересны. И для этого в том числе используются, о чем я говорил в самом начале, нейросети для отбора интересных событий. Ну, я не знаю, успею ли я, что-то времени совсем мало. Остался, собственно, кусок чисто про мою работу, но в 4 минуты я не уложусь. Я предлагаю, наверное, здесь остановиться. Я прошу прощения, что так я растекся под реву. Я надеюсь, было интересно. Но чтобы вас не... Ну, чтобы не откусывать, короче, время у следующего накладчика, я лучше на этом моменте остановлюсь. Если есть какие-то вопросы... Да, пожалуйста. Может быть, что-то стоит, и все-таки интересно же. Можно? Да. Ну, давайте, окей. У меня... Что касается... Так, ну... Здесь как бы еще один переход к моей работе. Вот в этом слайде. Я здесь пытался объяснить, что... Ну, здесь, в общем, показано тоже обнаружение абазона Хиггса. В несколько другом канале, по сравнению с тем, что было вот на первом слайде. Но идея та же. Мы отбираем события, где могло быть что-то похожее на абазон Хиггса, на его распад. Обычно в данном канале мы ищем там 4 конкретных частицы, чтобы они были. И мы строим какую-то характеристику, то есть тоже измеряем характеристику, и смотрим, сколько измерений было с таким значением этой характеристики. И вот в данном случае оказывается, что если у нас есть абазон Хиггса, то у нас вот здесь должно быть какое-то превышение по частоте этих событий. Но здесь обратите внимание, вот эта структура того, что происходит, если бы его не было, это вот все остальное вот здесь, она более сложная, чем то, что было вот на первом слайде. Она здесь какая-то непростая. И вот эта штука вся определяется, то есть форма вот этой штуки, она определяется уже известными нам законами. То есть мы знаем, что рождаются какие-то другие частицы, они тоже как-то распадаются, и в итоге могут дать вклад в отбираемые здесь события, и здесь они нам тоже дадут какое-то значение вот этой величины. И очень непростая, скажем так, задача определить все-таки, вот как этот вклад будет выглядеть. И на практике это решается так называемой симуляцией. То есть мы с вами знаем, ну вот на уровне стандартной модели, как она вот здесь была, мы знаем, как вот элементарно все взаимодействует. Но как она в итоге все производится здесь, мы не можем как бы посчитать, чтобы вот прям знать ответ численный. И нам приходится все это дело симулировать, как бы разыгрывая случайные величины. Что я здесь имею в виду? Ну, например, вот когда у нас столкнулись протоны вот здесь, у нас есть там вероятность того, что на самом деле каких-то жестких взаимодействий не будет, а просто рождаются какие-то там легкие частицы, и мы их особо не увидим. И эта вероятность на самом деле доминирует. Но с несколько меньшей вероятностью, может произойти такое жесткое взаимодействие, когда составные части протона произвладействовали, ну, более энергично, у вас родилось больше частиц, и они вот разлетелись. Мы эту вероятность можем разыграть. Подбросить кубик, и там, если это вероятность, ну, допустим, у нас там от 1 до 4, это было мягкое взаимодействие, мягкое событие, грубо говоря, 5-6, сложное, да? И мы вот так вот подбрасывая кубик, решаем, что делать дальше. Допустим, у нас выпало 5, значит, у нас жесткое взаимодействие. Мы дальше знаем, что эти жесткие взаимодействия могут тоже быть разными. У нас там с такой-то вероятностью может такая частица родиться, другая, другая, и они еще там с разными вероятностями будут иметь разные параметры. И мы вот все эти вероятности разыгрываем, и вот каждый раз подбрасываем кубик, на каждом этапе решаем, что будет дальше. После определенного количества бросков у нас уже произойдет здесь ударение какое-то, произойдет распад всего, что может распасться, и останутся только частицы, которые, в принципе, могут долететь до детектора. И мы дальше будем считать. Ага, у нас, допустим, есть вот такая-то заряженная частица, которая вот так вот должна пролететь. То есть мы знаем, что она тут летит, и что она, допустим, пересекает вот эту часть детектора. Взаимодействие этой частицы вот здесь тоже случайно. Нам тоже нужно здесь разыграть, подбросить кубик, чтобы посмотреть, какой сигнал от детектора мы увидим. Здесь, 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 везде. И вот этот сложный такой каскадный процесс, он, в принципе, и происходит. То есть мы заложили элементарную физику вот здесь, и дальше мы ее разыгрываем, подбрасыванием кубика все дальше, 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 пока не увидим всю картину детектора. Мы это делаем много раз, и в итоге вот тоже на этих симулированных модельных событиях измеряем вот эту величину, и видим, что она должна вот такой вот формой описываться. Мы это сделали, сравнили с данными, и на данных увидели, что здесь, на самом деле, больше, в реальных данных мы увидели больше событий, чем модель нам предсказала. Значит, здесь есть какой-то процесс, который в модели мы не учли. И вот в данном случае этим процессом был бозон Хиггса, рождение и распад бозона Хиггса. И, собственно, вот та анабельская премия, которая за него была дана, это в том числе в этой работе тоже было. И я суперкратко про свою работу, чтобы целостно было. Мы занимаемся тем, что да, вот это все моделирование, оно очень медленное. Так, например, вот одно событие, то есть одно сударение можно моделировать там, ну это сейчас, наверное, порядка нескольких минут, но в реальности вам могут требоваться миллионы, иногда и миллиарды этих событий. То есть это очень много времени потребуется, чтобы все это просимулировать. И вот, например, здесь есть такой график того, как в эксперименте под названием LHCB, это вот где мы участвуем, пока еще участвуем, если у нас не выпрут к лету, посмотрим. Вот. Они смотрели вот эти зеленые столбики, ну здесь по горизонтали отложены года, зеленые столбики нам говорят о том, сколько потребуется машинного времени, чтобы выполнить там физическую программу эксперимента и измерить то, что мы хотим измерить. Сколько потребуется, собственно, ресурсов учтительных. А красная линия — это сколько у нас их будет. То есть у нас явно их не хватает вот настолько. И в связи с этим возникает потребность в каких-то упрощениях у всех этих моделей симуляционных, чтобы их делать быстрее. И я это хотел продемонстрировать на примере одного из детекторов, то, что я назвал колориметром, который останавливает частицы. Вот этот процесс образования ливня, я объяснял, что частица летит, взаимодействует с веществом, рождаются вторичные частицы, и все больше, 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 и все это останавливается в детекторе. То есть, в принципе, да, это все можно симулировать, но здесь вот в одном таком ливне могут рождаться там, боюсь ошибиться, но я думаю, что тысячи, а то и сотни тысяч вторичных частиц. И вам все это надо будет симулировать, это все супермедленно. Но в реальности вот из этой картинки, то есть вот это на самом деле симуляция, а то, что вы увидите в измерениях, это будут какие-то вот такие картинки. То есть просто там величина тока, соответствующая ячейке, калориметра в такой-то точке пространства. И в принципе вы могли бы вместо того, чтобы разыгрывать вот эти все случайные величины, взять модель вот типа той, что рисует людей. То есть у нас есть, допустим, набор отвлеков детектора, которые мы честно просимулировали сложным медленным процессом. А дальше мы можем взять вот эти ганы и попытаться построить генератор, который будет пытаться эмулировать вот эти вот самые случайные величины. И оказывается, что, во-первых, вот один шаг генерации такой картинки, он на порядке быстрее, особенно для калориметров, это просто в тысячи раз быстрее просто нагенерить такую картинку по сравнению с честной симуляцией. И на практике оказывается, что это реально работает. То есть реально можно устроить такие модели, которые обучаются генерить. И потом во всей этой цепочке симуляции, вместо того, чтобы здесь честно разыгрывать, вы просто включаете нейросетку, которая вместо честного разыгрывания вам сразу говорит ответ. И на практике это круто работает. В нашей лаборатории, ну, по крайней мере, где я причастен, есть две таких задачи. Это вот одна задача, другой детектор, не калориметр, называется Черенковский, но сейчас не суть, где мы вполне успешно с помощью ганов генерим сигналы такого детектора. И вот есть пример с импортозамещением. Это вот на нашей Дубнинской иннике тоже еще один эксперимент, где тоже вполне успешно мы такими моделями ускоряем симуляцию тоже одного детектора. А на практике вот здесь есть список работ, то есть народ этим очень активно занимается. Какой вклад, сколько людей делают вещи. Вот здесь каждая строчка, это чья-то работа, которая в той или иной степени связана с использованием ганов, ну, более широко вот этих порождающих дипфейк моделей во физике частиц. Их очень много. Вот, ладно, спасибо, что дали мне время закончить. На этом у меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ